Измышления, которым нет подтверждения. Так Куандык Бешимбаев высказался о тех обвинениях, которые ему предъявляют по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Об этом он заявил сегодня во время первого заседания суда с участием присяжных. К слову, их отбор провели в первой половине дня. Анна Абрамова расскажет обо всем подробнее. Сегодня начался основной процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой с утра. В здании межрайонного столичного суда стороны отбирали присяжных заседателей, которые вместе с судьей должны разобраться, в чем виновен Куандык Бешимбаев и какого наказания он заслуживает. Из больше чем сотни людей, которые претендовали на то, чтобы стать присяжными заседателями в этом судебном процессе, отобрали 12 человек. 10 основных и двоих запасных. Отбор проходил в закрытом формате и соображении безопасности самих же присяжных. Но некоторыми подробностями его процесса поделилась адвокат Нукеновых. Могут только заявлять отводы сторона подсудимых и гособвинитель. Гособвинитель два отвода немотивированных и сторона подсудимых три отвода немотивированных было заявлено сегодня. Остальных уже отбирали путем исключения. А уже после обеда началось первое заседание суда в полном составе. Вместе с присяжными с обвинительной речью выступили два прокурора. Один из них зачитал результаты экспертизы. Кроме большого количества ссадин, кровоизлияний и кровоподтеков были другие травмы, которые впоследствии и оказались смертельными. Острая субдуральная гематома правой лобно-теменной височной затылочной области, кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку правой затылочной доли мозжечка справа, воролиево моста справа, отек и набухание вещества головного мозга с дислокацией срединных структур. Той же экспертизой установлено, что все эти повреждения могли образоваться меньше, чем за сутки до наступления смерти Салтана Тнукеновой. А также, что именно они, цитата, состоят в прямой причинной связи со смертью. В то же время подсудимый Кондек Бешимбаев свою вину вновь не признал. Ни по одной из предъявленных ему статей. Зато пообещал рассказать свою версию происходившего. Я не то чтобы в полном объеме, я говорю о том, что я не совершал умышленного убийства человека с особой жестокостью. У меня даже не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде вообще. Все, что сейчас было зачитано прокурором, это во многом измышление, которым нет никаких подтверждений и свидетельств. Напомню, вместе с Кондеком Бешимбаевым на скамье подсудимых находится его двоюродный брат и директор гастроцентра Бахаджан Байжанов. Его обвиняют в сокрытии убийства Салтана Тнукеновой. По версии прокурора, Байжанов приехал на место преступления, когда девушка была еще жива. Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, он помогал Бешимбаеву. Свою вину второй подсудимый не отрицает, но и не признает. Уважаемый суд, я признаюсь, что действительно просил удалить видеозапись. Также просил отвезти телефон Салтанат домой. Не знаю, я совершил это преступление. Но просто на тот момент я не знал, не понимал, что Салтанат умирает или умерла. Кроме оглашения обвинительного акта и слов подсудимых, во время сегодняшнего заседания определили то, как будет проходить рассмотрение дела. Отмечут, что стороны не сошлись во мнении о порядке проведения всего процесса. Защита настаивала на том, чтобы начать его с допроса самого Бешимбаева. Но суд принял решение, что первыми заслушает представителей потерпевшей стороны. Сделают это послезавтра. Анна Абрамова, Улагат Миргалиев, столичное бюро КТК. Улагат Миргалиев, столичное бюро КТК.